И снова всем здравствуйте. Поговорим о разновидности карбюраторов, которые установлены на более поздних шахедах с черным картером двигателя. На более ранних, типа как иранских, стоял вот такой карбюратор Valbro, модель VG12B. Об этом я уже рассказывал ранее. Это, возможно, копия, возможно, оригинал от Stila MS880. Кстати, что интересно, на этом карбюраторе прямо написано Japan. Сразу вспомнил Мишу Табуреткина. Мотоцикл произведен в Японии, карбюратор тоже. На нем написано Japan. Тогда как вот этот карбюратор от более поздней версии совершенно безымянный. И, судя по всему, скопирован Stilotson модель HT2A или 7A от более старого штиля под названием 084, насколько я понимаю. Но точную модель мне установить, к сожалению, не удалось. Кстати, отдельная благодарность зрителям, которые задонатили мне запчасти. Без них этого видео совершенно не было. Так что большой лайк вам и волыки дякую. Просто волычезны. Из отличий, то есть, как можно заметить, здесь подается воздух для работы мембранной вот этой всей требухи. Тут же такой штуки нет, стоит другая крышка. Вот эта часть, насколько я понимаю, соединяется с пластиковой дудкой, которая идет вот сюда. Но, к сожалению, как вы видите, все, что у меня есть от пластиковой дудки, это вот это вот. Здесь же установлена вот такая, но они немножко позднее. Из различий таких интересных, здесь вот тоже есть, если на вот этом карбюраторе, который типа как Valbro VG12, но я не могу утверждать, что это оригинал. То оська здесь железная, ну или там из нержавейки. Здесь же она типа какого-то цветного металла, латуньки. Ну и тут что-то, видимо, у них немножко не вышло с качеством и подложили шайбу. Также вот этот штуцер топливный, здесь он отломан, естественно, потому что он здесь пластиковый, приклеен на клей. Извините за тавтологию, но да ладно. Все остальное, в принципе, там посадочная, высота плюс-минус одинаковая, но разнятся у нас дроссельные заслонки. Сейчас мы вот так их сложим, то есть вот этой версии заслонка у нас 25 миллиметров, а в этой версии копии Tillotson заслонка у нас практически 27 миллиметров, то есть на 2 миллиметра больше. Также отверстия холостого хода здесь отличаются, то есть вот здесь просверлено на заслонку, а здесь вот небольшая такая выборка есть. Также, как видим, на этом карбюраторе у нас плоскости просто как есть отлиты, здесь же они профрезерованы. Ну, в целом, качество изготовления вот этого карбюратора немножко хуже субъективно, но я так понимаю, что это скорее всего то ли локализация производства, то ли удешевление его, а может быть и то и другое вместе. Из еще таких отличий, то есть вот здесь привод все-таки имеет пружинку возвратную, правда она тут перекрутилась, надо что-то будет с ней придумать. Здесь же в заводском исполнении она должна была быть, вот эта пружинка, но ее убрали, то есть это так на всех. Здесь регулировочные винты, они как бы выступают и залиты клеем для того, чтобы видимо от вибрации ничего не открутилось. А вот тут они скрыты под вот такой самодельной пластиковой заглушкой, потому что в изначальной версии здесь тоже пластиковые такие регулировочные штуковины есть. Причиной то, что выбран вот этот карбюратор, скорее всего, есть то, что он более подходящий под объем. Старые версии пил имели объем 137 кубиков, один цилиндр, а эти там что-то около 120-121, но эти использовались, видимо, потому что они были лучшего качества и были в доступности. Так, карбюраторы мы отложили, за карбюратором стоят такие вот проставки, они практически идентичные, кроме того, что здесь отверстие чуточку меньше. То есть, вот здесь оно там 25, ну, грубо говоря, с половиной, 27 миллиметров. То есть, под этот карбюратор тоже адаптировали проставку, но она так, конечно, тоже видно, что изготовлена на ЧПУ. Вот эта проставка, она прозаимствована, по всей видимости, от пил стиль 070-090, это достаточно старая. То есть, это скопировали они так, видимо, эту проставочку, даже оставили отверстие вот это для разрежения картера, поскольку в оригинале карбюратор, который тут стоял, он имел подключение разрежения напрямую. На этих же всех карбюраторах, то есть, вот тут был штуцер, правда, он обломался, а на этом вот, то есть, это отдельной трубкой подключается. Но, интересно, другое. Я тоже при разборе это заметил, не стал это специально упоминать в видео, думаю, чтобы не давать подсказки, типа, как можно улучшить это все дело. Но, на вот этой старой иранской версии, то есть, если мы поставим сюда вот проставочку, то там есть вот эта вот прям нехорошая ступенька. А на этой уже это все дело починили, видите? То есть, здесь есть заход плавный, ну, она тут, конечно, треснутая, уже непригодная к использованию. Кроме отсутствия вот этого отверстия, здесь существенных отличий нет. Также, кстати, прокладки все на иранской версии были бумажные такие, ну, это, скорее всего, типа, кожкартон или что-то такое. Намазано какой-то штукой, типа, как солидол или какая-то литоловая смазка. Здесь же используются уже более человеческие прокладки, причем сильно разного качества, но уже, типа, как паранит там или, может, это какой-то другой материал. Про то, что отверстия не совпадают, я потом случайно обнаружил, что Травников говорил в своем видео. Возможно, они его послушали, а, возможно, все-таки поработали инженеры, которые посмотрели на это и очевидную недоработку убрали. А иранцы, видимо, скопировали, как скопировали. Также я упоминал в своем коротком видео про вот этот элемент, но теперь есть возможность его пощупать вживую. То есть, старый выглядел вот так. Шестигранник, шестигранный такой бочонок, вот эта штуковина откручивается, все такое прочее. На вот этой черной версии используется вот такая штуковина. Она уже имеет только тут две скошенные грани, то есть здесь и здесь. Ну, а это просто как приволочная поверхность. Но самое интересное в другом. То есть, отверстие входное здесь увеличено. То есть, здесь 4 мм, здесь 5 уже мм. Не знаю, по какой, правда, причине, но не разведены в разные стороны выходные вот эти штуцера, а сделаны таким типа Г-образным вариантом. Возможно, это сделано для того, чтобы оно не мешало стану. Но, честно сказать, я не знаю, в чем причина. Вопрос, конечно, большой, чем руководствовались производители, когда вот это вот штамповали. То есть, это, ну, вот эта штука достаточно технологичная, как на мой взгляд. То есть, из шестигранника выточен штуцер. То есть, на него можно напялить либо головку, там, либо все, что хочешь. И закрутить его по-человечески. То вот здесь вот, ну, как бы, закрутить можно только рожковым ключом. Это, ну, как минимум, крайне неудобно. Как я тоже ранее говорил в своем видео, здесь вот по дедовским технологиям все закреплено проволочкой. Ну, оно-то понятно, как бы аппарат-то одноразовый. Но, сам факт, то, что уже не на пластике, а вот проволока. Теперь по дудкам. Мне попался вот такой вариант дудок. Она выполнена из трубы алюминиевой толщиной 35 миллиметров, ну, 36 практически миллиметров. Внутренний диаметр 30 у нее. Где тут оно? Ну, там, около 30. Вот эта часть, это железо. Видите, оно тут такой характерной формы интересной. И здесь трубка проточена и развальцована. Ну, и здесь вот эта заходная дудка. Конечно, улыбнуло вот такое ноу-хау. Видите, здесь кусочек шланга проходит. И для того, чтобы его никуда там не мотыляло туда-сюда, сделана пластиковая стяжка. Такой же кусочек шланга отрезан. И это использовано в качестве кронштейна. Вот, достаточно интересное оригинальное решение. Но, как бы, да. Ну, это ладно. Ну, и напоследок хочу показать. То есть, вот система тяг иранской версии. Видите, тут все кондовое. Очень такое мощное. Немножко, правда, погоревшее. Ну, то такое. А вот эта штука уже из черной версии. То есть, как видите, здесь очень сильно все упростили. То есть, вот эта часть пластиковая. Само шаровое соединение здесь такое, ну, вообще никакое. Оно тугое. Точнее, тяга, которая управляет. Она тоже облегченная максимально. Правда, вопрос, зачем было тащить это все из шестигранника. Ну, честно сказать, я не знаю. Тут оно как-то более технологично. Еще хочу сказать, что если у кого-то завалялись детальки. Всякие разные такие, не только такие. Именно от подобных моторов. То, пожалуйста, сообщите. Так что, на этом, пожалуй, все. Всем мира, добра и всего хорошего.